Здравствуйте мои дорогие, с вами Татьяна Курячья и мы с вами находимся на пятом уроке Сдвинься с мертвой точки и начни действовать Давайте вспомним о чем мы с вами говорили на предыдущих четырех Итак, мы с вами говорили на первом уроке про анализ Мы анализировали свои действия, свои знания, свою структуру и свое времяпровождение Деятельно оно или нет? На втором уроке мы с вами рассматривали, как правильно ставить цель Как ее определить, как вообще ее положить на план Как ее удерживать, как держать фокус, как разобраться со своими ситуациями Понять, что это на самом деле настоящая цель, а не придуманная и не навязанная кем-то На третьем уроке мы с вами уже составляли план План действий, план мероприятий, план работы со структурой, план работы с лидерами То есть мы с вами там планировали свою деятельность На четвертом уроке мы уже действительно проговаривали действия Какие бывают методы, как правильно нужно их проводить Какие бывают активные, какие бывают пассивные И как со структурой работать именно, чтобы действенно это было и принесло вам результат Сейчас, сегодня у нас пятый урок это результат Казалось бы, ну что можно сказать про результат? А оказывается, можно Дело в том, что результат я бы взяла и написала равно, а не стрелочку к анализу Потому что, когда мы достигаем какого-то результата У нас происходят разные мысли Получилось у нас, не получилось, нравится нам, не нравится И вот здесь, чтобы не повернуть куда-то в сторону и не уйти от своей цели Необходимо это проанализировать Так и произошло со мной Вот, когда я создавала эти уроки То я поняла, что вот этот огромный мой опыт Который я приобрела за 13 лет О прохождении огромного количества тренингов Огромного количества школ Международной академии лидерства и всего остального Я поняла, что я не могу это вложить в маленькие курсы Которые вот по времени были у нас 5 уроков И давайте, знаете как, поговорим по-честному Будьте честны перед собой Если вы дошли до 5 курса, до 5 урока Значит вы изучали И значит вы внедряли эти действия О которых я говорила И вы явно являетесь тем человеком Который осознает перспективы постоянного обучения и саморазвития И вот именно для вас я создала вот этот уникальный курс Именно для тех, у которых есть желание Не останавливаться на достигнутом Совсем скоро я отправлю вам письмо Где вы подробно узнаете вообще что будет там Какие будут пункты, какие будут направления Сколько будет времени Поэтому для того, чтобы я вам это письмо отправила Необходимо внести в форму под видео Своё имя и свой имейл И записаться в ранний список Итак, мы переходим к нашему результату Что же с нами происходит, когда происходит результат? Как сделать это? Берёте таблицу План, факт Помните, мы с вами записывали план И сейчас мы с вами будем прописывать факт Вы посмотрите, пожалуйста Вы пишите везде, где написан факт Сколько у вас пришло новых консультантов? Какая у вас объёмная скидка в компании? Чего вы достигли в плане оборота? То есть выросли ли вы? Какой процент активности у вас? Какая средняя закупка на нынешнюю минуту? Написали? Ну вообще, вы должны были это сделать уже Хорошо, то, что вы уже написали Давайте посмотрим, совпадает ли это с вашим планом Совпадает? У всех совпадает? Если у вас это совпадает Я безумно счастлива Что вы делали правильные действия И я точно уверена, что вы шли пошагово Чётко и чётко Так, как я вам говорила Возможно, вы добавляли ещё свой креатив Возможно, вы добавляли ещё какие-то свои внутренние знания То, что вы получали на других обучениях И вы поэтому достигли результата Я поздравляю вас Но если вдруг у вас, например, не получилось что-то То очень важно сделать вот такой шаг Сейчас мы вместе с вами это сделаем Что нам надо сделать? Первое Почему? Почему у нас не получился тот результат, о котором мы мечтали? Почему у нас, например, не пришло такое количество новичков в структуру? Почему? Очень часто, когда мы получаем результат Очень многие говорят Почему? 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 И часто винят кого-то Они говорят Вот тот не так Мой лидер не так сработал Продукта не хватало Того-то не так Правительство Погода И начинают собирать целую кучу На самом деле Вот, наверное, вы об этом знаете Очень важно посмотреть на себя Тут есть три направления Первое направление Самое важное Из-за которого может не получиться Это не делали Если вы не делали Хотя бы 30% того, о чем я вам рассказывала У вас, видимо, результат практически вы дошли до него Но если вы не делали 80% И тем более 100% То тогда о каком результате может идти речь? Какой второй пункт идет? Не хватило Не хватило знаний Вы, наверное, столкнулись Многие из вас Столкнулись с тем, что вы Начали делать Радостно пошли Хлоп А там не получается То есть вы понимаете, что вы этого не знаете И вы это не проходили И дополнительно не изучали И третий пункт Это завышенная Завышенная цель Я знаю, что очень многие любят завышать себе цель Хоть и есть такое правило Хочешь прыгнуть через забор Прыгай до луны Но в любом случае Бывает очень часто Ко мне приходят Новые консультанты Люди, которые хотят добиться многого И говорят Я их спрашиваю Сколько вы хотите зарабатывать? Они говорят 100 тысяч, например Я говорю Замечательно Через сколько времени? Они говорят Через 3 месяца Я реально понимаю Что никто Даже в бизнесе Даже на предприятии 100 тысяч платить не будет Если только вы не пришли В каком-то очень крупном городе Даже в Москве Очень многие получают От 40 до 80 тысяч За короткий срок Зарабатывать такие деньги Это, извините Это абсолютно нереально Это реально Если вы будете работать Не покладая рук С раннего утра И до поздней ночи Если вы будете Каждую секунду И каждую минуту Делать какие-то действия И то не всегда Этот результат Можно достигнуть За 3 периода Но Можно к нему Приблизиться Настолько хорошо И близко Что потом Станет гораздо проще Итак Давайте рассмотрим Пункты Что с нами происходило Не делали Что нужно Что там может быть Очень часто Практически У 80% людей Срабатывает лень Я понимаю Что кому-то стыдно Да, я ленивый Но Если вы Признались И сказали У меня Была Лень То значит Я вас поздравляю Потому что Вы хотя бы Это признали Очень многие Придумывают Огромное количество Отговорок Лишь бы Только не говорить Что они просто Ленились И ничего не делали Второй пункт Это Не та цель Не та цель Бывает На самом деле Что человек Говорит Хочу машину БМВ А на самом деле У него Критически важно Помните Как я говорила Кому горло Подходит Критически важно Совершенно другой момент Например Дети должны Пойти в институт И у него Нехватка Финансов Огромная Им хочется Помочь своим детям О какой машине БМВ Может идти речь Поэтому Может быть Поставили не ту цель Ее нужно пересмотреть И вернуться Ко второму уроку И еще раз Проработать Ту цель Которая ваша На самом деле Третий пункт Это Неправильное Неправильное Планирование Я не говорю Здесь о временных рамках Я говорю о том Что например Кто-то спланировал Раздачу листовок Каждый день И больше ничего не делая Я сразу Говорила вам Что это пассивный метод И он не принесет Того результата Если вы используете Все методы И еще свои Добавляете Вот тогда Вы однозначно Точно получите Максимальный результат Которым вы мечтали Итак Четвертый пункт Который может быть Где мы не делали Понадеялись На чудо Четвертый пункт Потому что Потому что это чудо Оно обязательно Даст результат А если надеяться Знаете такая поговорка Есть На Бога Надейся Сам не плашай Мудрая поговорка Потому что на самом деле Очень важно Самому двигаться Туда Куда вам нужно А если вы туда Не двигаетесь Значит Вы неправильную Поставили цель Давайте рассмотрим Нехватка знаний Возьму другой фломастер Чтобы отличалась Здесь важно Задать себе вопрос Трудности Здесь задайте себе вопрос С какими трудностями Я столкнулся Не то что там Кто-то помешал А трудности Могут быть другие Может быть Неправильно Расставленные Приоритеты Может быть Это Незнание Каких-то Вещей Финансовых Может быть Незнание Каких-то Знаете Коммуникационных Действий Вот здесь Разберите Почему Появились Эти трудности Почему С вами Не хотят Говорить Например Или предположим Говорят Да Но уходят Вот здесь Нужно Их Выписать И проанализировать Второй пункт Второй пункт Здесь Это Неправильное Непривлечение Компетентных Людей Непривлечения Компетентных Людей Помните Я вам говорила Что очень хорошо Было бы Если бы вы Все-таки Обратились К своим Наставникам А если Наставники Ваши Далеко Или наставник Не хочет С вами Работать То обратиться К другим Структурам Которые К параллельным Которым Тоже Нужна Такая Помощь И возможно Они более Компетентны Чем Вы Но вы Захотели Сделать Все Сама Сам Я сам Я сам Знаете Как маленькие Детки Они говорят Я сам Берут большую Кастрюлю А она тяжелая И кастрюля падает Не всегда Я сам Работает Правильно Это смешно Это здорово Что вы Хотите Всего добиться Сами Но всегда Не нужно Отказываться От помощи Третий пункт Это Не прошли Не прошли Дополнительное Обучение Вот я например Говорила Что очень хорошо Работают Мастер-классы А вы Предположим Никогда Не умели Делать Мастер-класс И получилось Так Что ваш Метод Вот абсолютно Он не сработал Естественно Я подразумевала Что вам Необходимо Обратиться И научиться Делать Этот мастер-класс Но вы Подумали Ладно Я этот метод Оставлю На потом И вот Возможно Здесь Не получилось И не хватило Уровня Этого знания Потому что Знаете У нас на пути Встречаются Именно Те люди Которые Именно Учат Что мы Не знаем Потому что То что мы знаем Мы говорим Быстро Запросто Мы не задумываемся Но как только Встречается Ситуация Что мы чего-то Не знаем Нам обязательно Встречается Человек Который Натолкнет Нас На эту Мысль И покажет Что мы Этого Не знали И что Здесь Нам необходимо Выучиться И Третий Пункт Завышенная Цель Здесь Может быть Помните Как мы Говорили Взяли Больше Взяли Больше На себя Чем Можем Унести Есть у меня Категория Таких Женщин Которые Не проговаривают Своим Мужьям Что они Работают В сетевом И они Всеми Путями Стараются Прикрыться Прикрытие Что они Там Что работают В компании И соответственно Они стараются Даже когда им Нужно идти На соцопрос Заработать Деньги Или идти На продажи Они Моют Посуду Они Не просят О помощи Они Все На себя Сваливают И в конечном Итоге Происходит Ситуация Что Взвалил На себя Все А унести То Не могу Вот Это Тот Пункт Если У вас Он Есть Если Именно Он Вам Помешал Достичь Того Результата Который Вы Хотели Тогда Необходимо Просто Сесть С Близкими Или Сесть Со своей Структурой Договориться И распределить Обязанности Потому что Это Нормальный Метод Договориться И делегировать Часть Дел К другим Людям Второй Пункт Это Не делегировали Не делегировали Не делегировали Не делегировали И третий Пункт Не смогли Спланировать Время Я напишу Просто Время Потому что Это Немножечко От Незнания И Это Немножечко От Вот, знаете как, вот есть знакомые у меня в параллельной структуре, которые думают, что они успеют за один день гораздо больше. И, соответственно, планируют это время. На самом деле это очень сложно. Некоторые планируют, например, по 10-15 мастер-классов за день. Я говорю, так, стоп, давайте поговорим немножечко в этом направлении. Вот смотрите, сколько идет косметический сеанс? Косметический сеанс идет как минимум 40 минут. Если он идет 15 минут, то, знаете, вы стараетесь быстро-быстро-быстро, лишь бы сделать. Это не сработает. Минимум 40 минут вы должны посвятить клиенту. Первое. Второе. Минимум 5-10 минут вы должны подобрать ему программу. Сколько получается? Это значит, выходит 50 минут. Минимум 5-10 минут у вас должен быть перерыв. Сколько это? Час. И бывает иногда форс-мажорные ситуации, бывают очень разговорчивые клиенты, бывают ситуации, что косметический сеанс проходит за полтора часа. И, соответственно, сколько часов в день вы можете работать? Если вы спланировали 15 часов, 15 косметических сеансов, вы должны отработать как минимум 15 часов. Без перерыва, без форс-мажоров, на скорую руку, когда уже приходит последний, вы уже кыш сказать не можете. Это неправильное планирование времени. Я понимаю, что вы хотите добиться очень многого. Я понимаю, что вы хотите ускорить процесс развития. Но запомните, вы должны планировать так, чтобы вы были всегда свежая, красивая, или свежая и красивая, чтобы вы сияли, вы горели и давали энергию людям, а не просто вы выходили и говорили, ну сегодня мы вам расскажем тра-та-та-та-та. Поэтому время – это очень важный помощник в нашей деятельности. Это очень важно спланировать его абсолютно верно и правильно. Если вы этого не сделаете, то вы можете действительно наткнуться на такую ситуацию, что она вам будет не во благо, а наоборот в ущерб. Итак, еще один пункт. Смотрите, я вот здесь красненьким фломастером напишу. Посмотрите на план-факт. У вас есть слайдик. И у вас они перед глазами вы должны были или распечатать, или должны были написать себе план-факт. Смотрите, то, что у вас получилось, совпало хотя бы на 90%, вы ставите плюс. 80% можно принять, но все-таки лучше 90%. Если 100%, то тем более, это однозначно плюс. Это значит то, что у вас получилось. Это ваша положительная реакция, это ваше состояние удивительное, что у вас это случилось, и вы это сделали. Но, вероятнее всего, нет идеальных людей. Как говорит Алекс Яновский, и многие говорят, что идеален Бог. Он, ну, природой создано, что он идеален. Поэтому, естественно, мы понимаем, что мы не идеальны. Где-то мы что-то упустили. Поэтому у вас могут быть недостигнутые результаты. Но это не отрицательный результат. Не ставьте там минус. Там мы ставим два плюса. Что значит два плюса? Два плюса – это те пункты, над которыми особенно надо поработать. Это те пункты, которые особенно нужно отработать. Это те пункты, по которым особенно необходимо найти обучение и особенно уделить этому внимание. Вот это два плюса. Потому что в процессе деятельности, когда вы будете продолжать дальше это делать, по моим урокам, то вы заметите еще такой момент. У вас будет очень легкий какой-то метод или пункт, который вы будете делать запросто. То есть, ну вот-вот, в легкую. Вот его нужно оставлять напоследок. Тогда, когда вы что-то не успеваете и не доделали, или что-то произошло, вот его тогда можно применить, чтобы коэффициент полезного действия, КПД сразу выросло, хлоп, и выросло. Но есть у вас пункты, которые вам не понравились, которые у вас не получились, и очень часто многие их вычеркивают и перестают по ним работать. Абсолютно неверно. Вот вспомните, когда вы были в школе, вы сдавали же, все экзамены же сдавали. Я думаю, что ни одного человека нету такого, который бы не сдавал экзамены. Так вот, если вы сдавали экзамены, то преподаватели вам рекомендовали вначале выучить сложные предметы или сложные билеты, а потом выучить уже легкие. Потому что легкий билет – это то, что у вас осталось в памяти. Это то, что вы можете сделать интуитивно. То есть вам даже глаза завяжи, вы возьмете это и сделаете. Это легкое. А сложное нужно выучить в первую очередь. И вот над этими пунктами я бы сказала, что здесь вот нужно поставить три восклицательных знака, потому что этот пункт обязательно нужно отработать, где есть два плюса. Это будет для вас огромным опытом, благодаря которому вы сможете обучить своих консультантов. То, что вы делаете запросто, вы не сможете обучить. Иногда это на интуитивном уровне срабатывает. Но то, что у вас не получается, и когда у вас это получится, вы не представляете, какое вы удовольствие будете получать. И насколько вы будете понимать тех консультантов, у которых это не получалось. Тех консультантов, которые приходят и плачут. О, у меня не получается, у меня там, а это... И вы вот по-честному ему скажете, ты не поверишь, у меня это тоже не получалось. Как я вам, помните, рассказала, я вообще не умела стоять на сцене, я вообще не умела разговаривать, я вообще не умела сниматься на камеру, потому что это катастрофа для меня была. Но благодаря тому, что я просто начала сложные эти моменты делать, я этому научилась. И у вас есть такой реальный шанс стать профессионалом и научить своих консультантов стать тоже профессионалами. Более подробно мы, конечно, будем рассматривать позже, но это позже. Сейчас мы будем говорить о других пунктах. Смотрите. Еще у вас может быть такое, что вам необходимо обратить внимание, на то, что у вас получается. И, может быть, по этому пункту, что у вас получается, нужно все-таки еще попробовать усилить этот пункт, чтобы оно делалось вот так вот. Знаете, как? По щучьему велению вы хлоп и сделали. То есть только вы начали делать хлоп, а оно уже случилось. Вот это нужно усилить. Вот это то, что вы умеете лучше всего, и то, что у вас лучше всего получалось, усилить. Если, конечно, кто-то усилит вот этот пункт, лень, то у него ничего не получится. Но зато какой он будет шикарный, ленивый человек, и об этом он сможет рассказать своим консультантам. Поэтому это уже ваш выбор. Или вы выбираете лень, или вы выбираете два плюса, над которыми будете трудиться. И чтобы дальше уже пойти, чтобы закончить наш урок, и прежде чем закончить его, я думаю, что вы рассмотрите это все. Если что-то у вас будет не получаться, вы что-то подзабыли, вы можете вернуться к первому, второму, третьему, четвертому уроку, потому что только вам были предоставлены эти уроки. Вернитесь, пересмотрите, подумайте, как, может быть, что-то получше сделать. Может быть, что-то запишите, остановите. Это уже для вас понятно, известно, и вы можете к этому вернуться. Но прежде чем все-таки закончить, я бы хотела бы с вами провести один тест. Он сейчас высветился у вас на экране. Я его возьму в руки и вам зачитаю. Смотрите, в нашей жизни, и не только в жизни, а именно в бизнесе, в жизни-то важно, а в бизнесе особенно, если мы не научимся слушать и слышать своих оппонентов, своих партнеров, клиентов, новых консультантов и просто людей, которые нас окружают, то навряд ли мы когда-то сможем достичь больших результатов. Потому что если собеседник с вами не перейдет в разряд партнера, значит, вы не умеете слушать. Когда он переходит, то вы можете заключить очень выгодное бизнес-предложение с ним. Итак, давайте проверим себя. Там у вас стоит три буковки. Буква Р – это редко, и иногда В – всегда. Отметьте нужное. Позволяю собеседнику закончить фразу «редко», «иногда», «всегда». То есть вы вот так отмечаете то, что для вас именно самое важное. Прежде чем ответить, всегда убеждаюсь, что правильно понял точку зрения собеседника. Ответили? Слушиваюсь лишь в наиболее важные, по моему мнению, слова собеседника. Ответили? Стараюсь понять чувства собеседника. Обдумываю ответ, прежде чем заговорить. Помните, редко, иногда или всегда. Слушая, я владею собой, спокоен, внимателен. Время от времени реагирую звуками, свидетельствующими о моем внимании. Редко, иногда или всегда вы так делаете. Задумайтесь об этом и ответьте. Только поторопитесь, потому что следующий слайд выйдет для того, чтобы вы ответы получили. Вставляя в чужую речь собственные замечания. Как вы поступаете в этот момент? Часто, редко, иногда или всегда. Слушая, сохраняю непредвзятость к человеку и к тому, что он говорит. Ответили? Слушаю, даже если собеседник мне не интересен. Следующий вопрос. Внимательно смотрю на собеседника. Следующий вопрос. Слушаю, терпеливо. Следующий. Слушаю, не отвлекаюсь. А теперь возьмите, посчитайте, сколько раз у вас было всегда. Посчитали? Все посчитали? Ну, давайте быстрее. Посчитали. Итак, если у вас от 14 до 16, смотрите, у вас следующий слайд высветился, вы прекрасный слушатель. То есть у вас все замечательно получается. И я вас поздравляю, вы будете очень хорошие переговоры, хорошие заключать договора и очень хорошо сможете общаться со своей структурой и будете замечательным руководителем и управленцем. Если от 11 до 13, слушать вы умеете, но кое-чему не мешало бы подучиться. То есть на какие-то моменты нужно обратить внимание. Кстати, если у вас это вышло, то обратите, в каких пунктах вы отвечали по-другому. Что, например, не всегда. Проанализируйте свои ответы. Если у вас от 7 до 10, вы вежливы. Возможно, считаете, что знаете все это и можете значительно увеличить свой доход, помогая другим нарабатывать опыт. Если у вас от 4 до 6, вы никудышный слушатель. Но не расстраивайтесь. Если вы не умеете слушать, то вам этому можно научиться. Ведь всему можно научиться, если этого очень сильно хотеть. Если понимать, что это вам поможет достичь больших результатов, что это даст вам перспективу роста. Понятно? Двигаемся дальше. Если от 1 до 3, вы совершенно глухи и нуждаетесь в специальной помощи. Здесь я бы порекомендовала обратиться к специалисту, к психотерапевту или к психологу. Это не смешно. Очень часто нам закладываются с детства многие понятия, стереотипы, к которым мы привыкаем и потом не знаем, что делать. Поэтому обратитесь. Я думаю, что вы сможете очень многого сделать. И давайте зачитаем следующее. Если получилось, что вы не очень-то хорошо умеете слушать, задайтесь целью, научитесь и приступайте к практике. Вот несколько правил, которые могут вам помочь. Читайте вместе со мной. Всегда смотрите прямо на собеседника. Первое правило. Второе. Сосредоточьтесь на его словах и их смысле. Третье. Старайтесь не отвлекаться. Для этого не возбраняется даже пересесть. Четвертое. Мысленно представляйте себе, о чем идет речь. Пятое. Вслушивайтесь в суть независимого, независимо от того, как собеседник излагается. И шестое. Обязательно используйте разные вспомогательные звуки, словечки. Тем самым вы делаете собеседник очень приятно. На самом деле, когда вы действительно слушаете и действительно реагируете, а не просто молчите, то собеседник понимает, что вам абсолютно не все равно на то, что он говорит. Что вам абсолютно не все равно на то, что этот собеседник хочет вам донести. Это очень важное правило в жизни и в сетевом. Уметь слушать, уметь слышать, уметь обучаться и уметь себя заставлять не лениться и делать действия. На этом наш пятый урок закончен. С вами была Курячья Татьяна. И я точно знаю, что мы совсем скоро с вами уже вновь встретимся. До новых встреч, дорогие друзья!